Добрый день дорогие друзья! И у нее на 2 очка больше, чем у Уфы, которая находится в зоне прямого вылета. И вот уже он у углового флага. Делаю передачу назад. Емельянов. Подачу штрафную. И удар поворотом. И мяч там, внутри! Алексей Евсей, капитан Уфы, открывает счет в этом матче. Да, действительно, гол получился очень необычным. Казалось, что все. Опасность ликвидирована. Сейчас игрок Велеса спокойно мяч вынесет. Но тут как тут оказался Алексей Евсеев. Тот же ритуал. Евсеев подает. И удар поворотом. Случился. На этот раз подача чуть ближе к центру штрафной прошла. И вот пошла атака. Пошла атака. У Голубева есть просто масса вариантов. Он выбрал передачу на Темникова. Играет Кузнецов. Падение. Удар через себя. Казентура. Что творит? В такой снегопад не ожидаешь увидеть что-то из арсенала бразильских кудесников. Артем Голубев по флангу проходит. В центр. И там. И. Нет, Евсеев бить не стал. Покатил мяч по Госсову. И Казентура. И штанга. Ну что, еще одна. Да, и гол в раздевалку. Это точно не то, что входит в планы тренерского штрафа. Ну вот, пожалуйста. Вот момент и гол. Вот момент и гол. Да, мы, собственно, об этом только что сказали. Что будет момент у Велеса. Уж слишком расслабленно, вы знаете, на второй передаче. Уфа пыталась докатить до конца первого тайма. А здесь просто все четко. Навес, гол. С штрафной. Там его будет ждать Алексей Евсеев, который обладает, кстати, хорошим дальним ударом. Подача. И. И. Великолепный мяч. Эринг Батака. Красиво завис в воздухе. И. Очень красиво. И придал привет бывшей команде, да. Вспомнил, что и он был когда-то крылатым быком. Расправил крылья. И вонзил мяч в четко ворот Велеса. Завершил свою работу в качестве голеного тренера. Ну а чуть позже продолжим об этом. Ох, не дотянулся здесь. После прострела к Погосова. После пострела Минаева-Погосов. Открывается Бесчеснюк. Ох, и здорово в разрез. А это в руки Хамхоеву, хотел я сказать. Ну что? Что сегодня с Хамхоевым происходит? Ну, возможно, возможно, что шанс, который дал Арсан Халимбеков, Хамхоев пока не использует. Ну, много неуверенности в его действиях. Верят с мячом. Ну и вот здесь прессинг уфимский работает. В принципе, очень активно. Ой, гол, что Кузнецов делает! И гол! Ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо И достаточно много, и тот, и другой голкипер, кстати, ошибались. Я с вами с тобой спорить не буду, но несравнимы, конечно, вот эти огрехи, помарки голкипера Уфы Хамхоева и вот это. Макееву мяч этот адресовался, а в итоге не точная передача. Никитин, здесь два форварда перед ним. Никитин движется сам, движется сам, и мяч в воротах, автогол, да, это, я так понимаю? Сложно было разглядеть, но казалось, что действительно... Ну, теперь уже, наверное, точно все. Если при счете 3-1 могло показаться, что там что-то еще как-то повернется, то 4-1 отыграть за 7 минут. Валерий Почевалин отправляет нынче свои ворота. Все-таки подачу сложно спрессингуют игроки Велеса. На мяч уже штрафной, мяч минаем, удар и ближний угол. Тащит удар Кузнецов. Да, хорошую реакцию показал. Ну что, эта игра подходит к своему завершению. Свисток дает главный арбитр Рейс Саранский Евгений Буланов. Уфа на своем поле очень уверенно обыгрывает Велес. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!